3, 2, 1, 0 Это такое у нас называется синхронизация всех устройств по-босяцки Татьяна, а вот со стороны господствующей церкви, так назовем, московской патриархии мы видим массу перекосов и даже уже целые протестные движения возникают по поводу строительства их новых объектов в присутствии во всех сферах, в образовании, в медицине, в армии, в организации даже кафедр теологии но вот вы как специалист такой молодой по пятидесятническому движению, да? Что можете нам интересного рассказать? На самом деле самое интересное, наверное, в этом вопросе это то, как православная церковь и пятидесятническая относятся друг к другу Если с точки зрения православия пятидесятники это однозначно секта, причем в самом негативном понимании этого слова то есть это то, с чем борются, это агенты Запада, которые прибыли сюда, чтобы Россию развалить и как-то на государственную власть повлиять то официальная позиция пятидесятнической церкви заключается в том, что православная церковь, она в приоре хорошая то есть то, что люди, они вообще верят в Бога, хотя бы раз в год входят в церковь, это уже хорошо сейчас Московская церковь слова жизни выпустила приглашение на Рождество они, конечно же, проснут оба Рождества у себя в церкви и говорят, что 7 января половина России вспоминает, что они верующие но ведь это же отлично, что они вспоминают, что они верующие и очень показательный для меня был момент, когда весной 2011-2012 года, когда были все эти скандалы пусть и райт, часы, вот все вот это вот происходило в библейской школе Московского слова жизни, это одна из самых больших и популярных школ, где учат на пасторов на пасторов, на церковных лидеров в России там по традиции к ним раз в год приходит православный священник и рассказывает историю православия потому что мы миссионерствуем в этой стране, эта страна изначально православная поэтому давайте знать, что такое православие и уважать это и обычно приходит какой-то священник, обычной церкви, которая ближе к этой вот московской церкви но в апреле 2012 года к ним пришел Чаплин потому что, ну вот, потому что, видимо, как мне кажется, что кругом вообще столько врагов было у православной церкви что в этот момент они решили найти себе друзей хотя бы в лице пятидесятников но в какую-то дружбу, я не могу сказать, что это вырвалось по-прежнему большинство православных, я думаю, в России считают пятидесятников но не только пятидесятников а что отец Всеволод убоялся? то есть он, или в ее примитивной ассоциации говорят, что может он хотел предостеречь что теперь панк-малебны постигнут все религиозные конфессии может быть я не знаю, почему именно он туда пошел столько проблем вообще у него в эти дни было а он пошел читать лекцию будущим пасторам ну они его сами пригласили? ну то есть они приглашают я тоже не знаю, как это происходит не освещаются такие вещи но имя как-то было сказано и показано, что вот к нам пришел Чаплин то есть мы очень рады, что у нас вот такой замечательный диалог потому что мне кажется, что в то время Чаплина вообще очень мало где хотели видеть в православных местах если ну то есть сейчас, наверное, официальная позиция такая, что мы вообще никак не осуждаем православную церковь за все, что она делает и не хотим это никак комментировать то есть я потом уже в Самаре разговаривала с молодежным пастором который, собственно, в этой школе учился в Москве то есть он учился в Москве и поехал в Самару и он призывал своих прихожан к тому, чтобы никак вообще не комментировать эту ситуацию и он сам отказывался ее комментировать то есть казалось бы, человек пастор, тот, за кем идут люди он должен объяснять своей пасторе, как жить, как оценивать ситуацию, что думать и обо всем он говорил, а вот об этом он сказал, что давайте мы не будем говорить на эту тему а что касается Пусси Райт, то позиция скорее такая, что, да, мы не согласны с тем, что они сделали но если уж они действительно называют себя христианками, то они достойны покаяния и, может быть, прощения ну то есть на самом деле, что меня всегда удивляло, пятидесянческая церковь, она за смертную казнь но смертная казнь, перед которой возможно покаяние как-то вот, у них есть своя социальная концепция, я ее читала, и вот это меня вообще поразило а в ней вообще как-то права человека, не как в нашей, ну в смысле РПЦМП, принятый в 2002 году, там нет каких-то перекосов явно чего-то такого режущего, бросающегося в глаза, антириконституционного нет, ну это, вот, наверное, это из того, что больше всего мне было, в принципе, она такая, достаточно вегатерианская, скажем так то есть они использовали концепцию РПЦМ для написания своей концепции у них там в конце список литературы мне кажется, они хотели сделать более нейтральную а вот внутри этой общины количество вообще приходов самих пятидесятников в сравнении с остальными концепциями количество очень сложно посчитать потому что вообще само понятие, что такое пятидесятники это хризоничный термин у них вообще, в принципе, нету какого-то главного пятидесятника ну не говоря уже о том, что в мире его нету централизованного направления да, ну вот я сейчас говорю пятидесятники на самом деле, как бы, они внутри себя очень сильно различаются так как есть консервативные классические пятидесятники, которые даже там ходят в платках есть харизматы харизматы тоже появилась там в 60-х годах это ребята, те самые ребята, которые с электрогитарами веселых в волках, с венечками очень дружелюбные всех к себе принимают но между ними существуют конфликты в России еще есть те церкви которые существовали до развала Советского Союза среди них есть те церкви, которые в сороковых годах вступили в союз с баптистами и те, которые не вступили после развала Советского Союза приехало очень много проповедников из Америки, из Европы, из Кореи и отовсюду вообще не ехали и между этими церквями внутри тоже противоречий сейчас в России четыре союза а плюс еще много церквей, которые ни в какие союзы не входят и между ними очень сложные отношения и поэтому когда вот я выбирала темы для своей диссертации я сказала, что хочу писать про молодежную церковь потому что молодежная церковь более-менее однородная то есть как бы там на главное событие молодежных пятидесятников которые в Москве осенью проходят конференции ЮС приезжают люди из разных церквей которые разным союзам относятся ну как-то для меня это было плюсом почему я хочу их изучать потому что их как-то можно еще под одну гребенку а вот то, что там идут отношения между церквями это все гораздо сложнее хорошо а как называется диссертации пройдите пожалуйста верхами по оглавлению диссертация мне называется вхождение в религиозную общину как событие и процесс я пишу про церковь слова жизни это шведская церковь очень большая у нее кроме церкви в Швеции большая миссия в России сейчас в России и Украине ну в России и Украина у них как одним блоком выступает около десятка церквей и в Азии еще миссией занимаются я в магистрской своей работе я занималась более личным вхождением в общину то есть что собственно происходит с человеком когда он приходит в общину хорошо а вот скажем властно-приоритетное направление нашей страны разумеется православие и поддерживаемое оно не шибко то за то чтобы кто-то со стороны исследовал процессы которые происходят у нее внутри а как вот они относятся к тому что вы абсолютно сторонний человек начинаете их исследовать они скажем так вам благословили это православным термином выражаясь или или на самом деле мне пришлось пойти на обман мне пришлось говорить что я одна из них ну то есть для себя с технической точки зрения я объяснила это то что ну вопрос верю ли я в Бога это никак не проверить то есть я честно говорила что я исследователь я брала у них интервью но я говорила что вот ну то есть я молилась вместе с ними даже мне пришлось принимать крещение в Волге ночью очень красиво было но вообще как бы в разных церквях по-разному в некоторых церквях меня были очень рады видеть мне говорили что это прекрасное занятие что ты исследуешь плюс ты таким образом несешь нашу идею миссионерствуешь то вот я в начале интервью говорила о том что год назад я перестала считать их хорошими дело все произошло в Самаре год назад как раз когда я находилась проводила полевое исследование в Самаре решили принимать закон о защите чувств верующих то есть вот как раз когда я там была и в церкви ко мне относились с очень большим негативом ну и вот там буквально вот в эти дни там вот между одним и другим чтением я разговаривала с одним из руководителей церкви и он мне сказал что мы на вас подойдем в суд он мне прямо прокурором сразу то есть прокурором за что за то что я вообще их исследую мне тогда в Самаре запретили брать интервью разрешили только наблюдать и потому что они таким образом защищали своих верующих то есть как бы у человека прихожане на церкви у него нет права выбора хочу давать интервью не хочу это решает пастор дают мои прихожане интервью или не дают и как мне показалось в тот момент для них это был важный момент потому что они хотят быть традиционной церковью потому что изначально говорилось что закон он о защите традиционных верующих и вот это для них была возможность стать традиционными верующими это оскорбиться то есть вот такая немножко переворот всего мы сейчас оскорбимся только закон принят мы подадим на вас в суд и поэтому мы станем традиционными поэтому они на самом деле очень обрадовались моему приходу потому что жертву тебя выбрали да такая прекрасная возможность оскорбиться была но потом они сами то понимают что вообще право юриспруденция не содержит такого понятия как чувство и как верующий или они поверхностно смотрят тогда было вообще ничего не понятно тогда только решили его принимать и ну были проекты и в первом ну в каком на тот момент не было прописано кто собственно традиционные верующие они что получается будут были бы рады вот этому винегрету который бы возник то есть за скажем то что кто-то бы стал обвинять а у вас в соседнем селе в вашей общине нет благодати и никакого Христа и Духа Божия и из-за этого судиться нет ну так говорят конечно про соседние общины но в принципе с ними не шутятся то есть друг другу они скорее терпимы почувствовать себя оскорбленными вот у них там большой ли градус в этом плане или ну то есть сейчас они не особо стараются почувствовать себя оскорбленными сейчас они у них как бы другие вообще заботы есть у них главная забота это больше миссионерствовать больше петь больше постить фоточек в контакте и так далее а вот это все ну не так важно а с властями как они насколько скажем это распространенное явление власти все ходят и бывают искренними верующими или какими благодетелями нет смысле с властями ну то есть городскими властями бывает проблема там у них отбирают здания им угрожают но в принципе как бы если церковь зарегистрирована и ничего такого никаких шумных скандальных акций в своем городе она не делает то я как бы не трогаю а за что какие поводы они подают или все-таки получается патриархия действует просто вот сектанты их не должно быть ну подают но тоже везде по-разному в саратове они проводили какой-то флешмот для школьников типа фотографируемся мы не раз в неделю собирались и как-то фотографировались чтобы потом вконтакте выкладывать ну вот у них просто главная миссия через социальные сети а после этого у них были проблемы у них отобрали утробазу правда потом ее вернули но все равно ну какого-то сейчас противостояния такого жесткого и четкого нету ну то есть иногда кому-то угрожают ну вот в Тольятти вообще мэром выбрали честно скажу вот пятидесятников или бапсиста но верующего христианина выбрали мэром отличие пятидесятников и бапсистов какие-то существуют или только символические какие-то существуют ну то есть во первых у них рыбка на автомобилях у кого рыбка у кого угодно может быть рыбка это просто ну сувенир отличие ну то есть что касается внешне ну то есть это их рыбка рыбка ну да христианская как бы баптиз может приклеить себе правословный баптиз может приклеить себе рыбку купленную в пенсионическом магазине это как бы не страшно ну главное отличие это это говорение на языках это собственно почему пятьдесятники потому что что вы наверное присутствовали на этом что это из себя представляет я не только присутствовала как из фильма в тучи подборском нет ну да ну не знаю это странно немножко первый раз было но это тоже тема вообще отдельного а вам пришлось в это играть подыгрывать или или вам снизошли да я поняла что это я как-то не интересна ну то есть на самом деле это особенность человеческого языка у нас есть язык и как бы язык связан с мыслью а если говорение без мысли то это в основном и получается детский лепет дети когда учатся говорить они что-то говорят они развивают свой речевой аппарат но мысль в это еще никакого не вкладывают это вот у них такое говорение детям в принципе это нравится даже ну собственно то же самое вы изучаете это что за ощущение психики они нравятся или этот момент считается самым кульминационным что дух божий очень важно говорение на языках это не измененное состояние сознания это как бы да дух божий посещает он входит он говорит но как бы сознание оно остается таким же может быть молитва с этим может быть без этого у меня были информанты которых не было говорили на языках но они как-то не переживают по этому поводу потому что он тоже граница как бы святой духом сходит крещение святым духом кого-то святым духом крестили он не говорит кто-то говорит но его не крестили кто-то некоторые сами признаются что они сначала просто что-то там сами старались лопатать чтобы не выделяться из остальных некоторые говорят что вот так они заговорили но одной девушке я даже брала интервью вот прям я взяла два интервью одно до того как она заговорила то есть вот она только-только начинала и она мне об этом сказала во втором интервью она уже после того как там начала говорить вообще на самом деле интересно слушать что они говорят и как то есть кто-то там повторяет одну фразу очень меня порадовал в Москве корейский мальчик он рядом со мной стоял и он говорил так вот прошу-прошу-прошу-прошу-прошу это нельзя на камеру ну в общем да ну скорее идет такая пародия языка иностранного который ты чаще всего слышишь получается все равно это говорение основано на предварительной информированности конечно на наблюдениях за другими людьми которые говорят скорее всего это подражание какое-то да это вот по-французски если я начну говорить примерно то же самое получится ну зная определенную русскую лингвистику там просто какие еще веки вашей диссертации есть и не скоро ли ваш портрет будет распространен по максимуму среди всех общин не пущать вас да я на самом деле боюсь что просто у меня это каминало по поводу того что я все-таки неверующая ну то есть как у меня произошел я просто перестала бояться как-то стала писать о том о чем думать потому что я пока писала магистовскую очень переживала и там следила там за своими страницами в социальных сетях чтобы там не появлялось чего-то не соответствующего тому что это должно писать девушкой перенесетницам но сейчас я немножко забила на это ну то есть во всяком случае для диссертации я уже все поле сделала а если это будет другая вот финская ну там все будет другому какие еще интересные главы можете пронансировать ну да основное у меня было про то что вот что происходит с человеком кто приходит в церковь это вот у меня было изменение на трех уровнях это лично религиозный опыт ритуалы и социализация а дальше я поняла что социализация это наверное все таки самое важное что происходит с человеком в церкви потому что можно не пройти крещение можно не говорить на языках но то что ты в церкви то что у тебя есть свое служение бесплатная работа которую ты делаешь в церкви то что ты общаешься с другими верующими то что ты выйдешь замуж только за верующего это самое главное и вот лидерство о котором очень много говорится ну то есть это из самых частых слов которые говорится в церкви лидер, лидерство что под этим понимают на это я стала обращать внимание диссертации и на самом деле лидерство сложно ну то есть у них очень много есть таких слов когда у них одно слово но под ним поднимается много разных вещей и они сами очень хорошо понимают что имеется в какой момент и вот я писала о том что лидерство это одно из таких слов потому что с одной стороны лидерство в церкви это вот эта вот структура ну вообще церкви они очень хорошо организованы и в принципе они превращаются в НКО московское слово жизнь это вполне такая себе общественная организация там бухгалтерами юристами аниматорами ну вот да а с другой стороны лидерство в том что каждый человек в церкви должен быть лидером ну то есть ситуация бредовая потому что лидер это тот кто ведет за собой а как же так что целая церковь людей которые ведут за собой и там я пишу о разных уровнях лидерство лидерство в семье лидерство над самим собой лидерство над верующими которые тебя окружают то есть свет миру про ну если наверное смотреть с гендерного аспекта тоже интересно получается потому что женщина может быть лидерством в этом вот втором аспекте то что личное лидерство но женщинам лидерам в плане церковной структуры это странно то есть женщина пастор это ну там конечно подразумевается что женщина может быть пастором но это немножко странная ситуация даже если рассказывают о хорошей женщине пасторе скорее будут рассказывать о ее социальной работе о том как она молится за алкоголиков о том как она помогает всем в своем городе но не о том какой она прекрасный проповедник как много людей приходит к ней на проповеди и женщина в церкви может выполнять работу не меньшую чем пастор но при этом говорить как же я могу быть пастором у меня трое детей и я не могу быть пастором но работать столько же и влиять в принципе столько же вот что касается политического лидерства это тоже вот стал этот вопрос год назад закон Димы Яковлева был но я бы тогда я думала что это переломным но перелома никакого не случилось но это был момент когда вот верующие вот эти первый раз были поблизости не согласны с властью потому что у них есть фонд благотворительный россия без сирот нет не фонд это альянс инициатив россия без сирот и с их точки зрения ну это был неправильный людоедский закон они были против и там даже так случилось что Павел Астахов сказал в интервью что вот россия без сирот это они молодцы у них правильная инициатива но видимо он это говорил не понимая что это пятидесятники просто он где-то услышал что такое есть а там суть суть этого фонда заключается в том что они получают финансирование из-за рубежа и помогают этим людям которые приносят деньги получать через этот фонд сирот какой смысл вообще нет они помогают российским людям усыновлять российских или зарубежных закон Дима Яковлев нет нет они не направлены на усыновление зарубежных но просто закон Димы Яковлева их так возмутил что они не согласились ну то есть они считают что у каждого ребенка должна быть семья и закон Димы Яковлева многих детей этого лишил но их деятельность не направлена на то чтобы иностранцы ну кто угодно зарубежных да я понимаю но это была их позиция потому что они против закона Димы Яковлева но их деятельность она не помогает иностранцам усыновлять российских детей она на россиян рассчитана откуда же деньги деньги на адвокатов на ювистов на юрисконсультов на общину на крещение на вхождение вообще у альянса или вообще в церкви вообще в церкви прихожане платят в общем ну десятину от своей зарплаты да от своей зарплаты причем об этом в основном так говорится на проповедях что даже я неверующий иногда хотела дать им денег потому что ну то есть об этом так говорится что ты если ты действительно веришь в Бога действительно ходишь в эту церковь и считаешь в свою церковь то ты не можешь не дать эти деньги ну то есть тогда нет никакого смысла в том что ходишь в эту церковь если ты не даешь деньги тотальная миссия вспоминаю термин православных активистов конечно никакая конфессия наверно не хочет превратиться в так называемую церковь бабушек или для тех кого за 80 вообще какое такое скажем гендерное деление наверное ваши технологии выражаясь для кого фактологически фактически сейчас это представляет интерес такой возрастной состав прихожан на самом деле ну то есть если говорить про слово жизни то они очень ориентированы на молодежь у них они сейчас даже хотят построить в Москве отдельное здание которое будет только для молодежи но при этом они постоянно говорят что мы хоть и молодежь ну хоть к нам идет много молодежи так получается что к ним идет много молодежи потому что они клевые у них церковь прикольные кафе и там у них блогеры и вообще но на всех остальных она тоже ориентирована то есть подразумевается что в церкви входят люди разного возраста ну вот если я зайду на воскресное или на какое-то служение что я там увижу среднестатистически среднестатистически в основном женщины да ну то есть на среднем будут люди в основном среднего возраста потому что молодежь ходит чаще на молодежные служения то есть нужно быть очень активным молодым человеком чтобы ходить и на молодежные и на немолодежные ну как бы в принципе это поощряется ну это хорошо что ты ходишь на разные служения но очень много молодежи ходят только на молодежные хорошо а возможно ли что подвернется такая тема назову это опять православным обратным термином словом расцерковление то есть по вашему может быть разобращение то есть когда люди по каким-то причинам теряют эту религиозность и может ее на что-то меняют может быть становятся атеистами вот эта тема она как-то имеет место быть может быть будет ли каким-то поводом для исследования может быть текучка кадров как скажем православие она очевидна по идее ну как с учетом нашей продолжительности жизни мирного времени действительно храм Христа Спасителя сейчас должен быть уже построен в каждом микрорайоне по потребности но вот эти все действующие храмы которые мы видим в господствующей патриархии они остаются в принципе ну забитыми это максимум на церковные праздники конечно пасху там раздачу воды крещенской но в остальное время мы видим что они наполнены ну скажем они несут свою нагрузку которую возможно и не больше то есть как будто какой-то поток вот проходит через эту организацию что-то в ней усваивает там посвящает ей свои ресурсы время жизни но потом он в ней изучает все что возможно берет что что считает ему полезно и считает что ему это дальше просто не необходимо вот какие такие тенденции есть в том движении которое вы изучаете такие люди есть но я совершенно не понимаю где с ним встретятся то есть я приезжаю в церковь ее исследовать а если а как например если я подойду к любому духовнику со стажем или со стажем церковной бабушки и скажу расскажите про всех ваших подруг или там к священнику о тех людях которые ходили перестали ходить вот то есть ну мало ли там кто-то переехал или кто-то переселился в другой город или выбрал соседний приход мне такого не расскажут тоже православные то тоже самое то есть это получается как у хирурга свое кладбище покойников то есть или как я называю такая должна быть книга отзывов и предложений о православии а нужна ли такая или можно ли ее уже составить о пятидесятниках ну да у них видимо есть эти люди но все что я знаю это то что я читаю в интернете какие-то отзывы тех кто я ходила в эту церковь но больше я туда не хожу у нас просто случилось произошел эксперимент я сама того не жила и провела я ходила здесь в Питере в одну церковь на альфа-курс это курс обучения библии со мной стала ходить моя подруга просто подруга из университета стала ее посещать и у подруги ей как-то все очень понравилось и она ну в общем она видимо почувствовала себя верующей и во многом благодаря этой подруге у нее началась такая дружба с пастором но потом она отпала во многом потому что у нее мама православная стала ей говорить что как же так это же дочка нашу веру продаешь пастор какое-то время пыталась нас вернуть говорил он меня вызывал говорил что через нас много людей покажется что в таком духе но не получилось вернуть и поэтому просто пропал в какой-то момент подруга пропала нет пастор пастор куда пастор пропал что вообще ну да с нами общаться сам по себе ну то есть он понял что это я не знаю что что он сейчас про нас думает то есть вообще много ли он почитал это своей неудачи институт анафематствование и цитирование это любимые фразы из по-моему это уже из послания апостольских они были с нами они вышли от нас но не были нашими вот насколько там вообще распространено такое негативное и запретительное отношение к тем кто ушел то есть ни в коем случае с ними не разговаривать чтобы может быть самим не потерять доброго настроения и спасения конечно разговаривать надо если есть возможность пытаться их вернуть потому что считается что у каждого человека случаются кризисы и в момент кризиса его нужно поддержать и вернуть кризис может быть затяжным поэтому нужно разговаривать но для того пастора мы скорее были напоминанием о его неудачи как определяется десятина честного нет человека или нечестного как принимаются подарки машины квартиры дачи самолеты все таки мне кажется что таких богатых прихожан которые дарят машины квартиры дачи они обычные люди обычный такой средний класс чуть ниже может быть то есть можно дать меньше десяти или больше можно а как это проверяется у нас же в стране по-разному всех которые следуют я какой-то ну то есть это никак никто не смотрит сколько тогда обычно после собрания с торговым бухгалтером происходит занесения протокол сколько денег дали в конце года происходит финансовый отчет вообще всем известно тайна пожертвования лепта сохраняется анонимность да знает только бухгалтер или не знает бухгалтер не знает кто все равно отчет публикуется потому что финансовый отчет РПЦ говорится на собрании общины. Ну да, раз в год рассказывается отчет. Куда потрачено, там сколько выделено и так далее. Вы все-таки говорили, что они спонсируются из-за рубежа, была дикая со стороны власти, со стороны РПЦ гонения, поскольку они проповедники, как вы говорите, шведские, корейские и так далее, то есть говорили, что это госдеп, это иностранные разведки, это антиправославная, не наша религия, которая подрывает основы государственной безопасности. Вот такое что-то... Ну я так не считаю, я считаю, что это действительно... На них вообще как-то, они как-то реагируют на подобные вещи? Стараются и не реагируют. Реально есть ли из-за рубежа какие-то перечисления, или они об этом тоже молчат? Ну вообще вопрос в финансах, они как-то не очень понимаются, умалчиваются. Ну понятно, как обычно. Но... То есть каких-то попыток доказать, что это не так не было? Ну то есть фактически вот эти все базы отдыха, молильные дома, праздники, это все за счет прихожан устраивается. Я думаю, большую часть да. То есть вот эта схема, которая любой благотворительной работы, волонтерства, она в принципе вот освоена этой церковью по полной программе. Да. Они собирают деньги и в сетях, и в контактах. Это такой краудфандинг получается по большому счету, да? Да. Ну то есть вот год назад собирали деньги на покупку церквей в Таджикистане, Туркменистане. Наверное, молитвенные здания, да, церкви? Ну это называется церковь. Купить просто помещение. Помещение, да, по церкви. Помещение покупается же обычный дом, да, там освещается, устраивается молильная комната какая-то, зал как-то. Ну да, можно церковь построить. Можно построить уже так, как хочется. Вели кинотеатр покупается в Москве, церковь выпьет кинотеатр. Главное же там это аудитория, по большому счету. Там же нет какой-то специфического алтаря какого-то ритуальной, купель. Купель может быть, ну то есть креститься можно, главное, чтобы была вода. В принципе, если есть купель, то это неплохо, это удобно, своя купель. Если нет купели, то летом в водоемах, зимой и в сауне. Получается, выезжают в сауну куда-то или строят? Да, да, в сауну можно, снимают сауну на час, там крестятся. То есть на самом деле вот этих атрибутов, иконы, вот это все там отсутствует? Вот об этом я тоже хотела рассказать. Сейчас произошел раскол. Ну то есть от слова жизни откололась одна церковь в Украине. И там сложности в том, что пастора захотели снять, он отказался сниматься, и он вместе со своей церковью откололся. Но через год после этого он написал текст о том, что он совершенно правильно это сделал, потому что, по его мнению, руководство слова жизни начинает становиться католиками. Ну то есть как-то в качестве доказательств он привел фотографии, записи из твиттеров, инстаграмов, руководство церкви, где они фотографируют иконы, дома у них иконы стоят, статуи Девы Марии, что как бы, ну в принципе это как бы не запрещается протестантскими церквями, но и не то, что надо. И последняя книжка Ульфа Экмана «Духовные истоки», она в ней как раз говорится о важности икон, о важности традиции. И всем этим он объясняет то, что я совершенно правильно сделала, что он откололся от этой церкви. И была большая поездка руководства церкви в Рим, после которой все сказали о том, как важно общаться с католиками, как это здорово. Но о том, что, правда, не привели еще пример, что очень много католиков говорят на языках, но они их там видели, не знаю, где их там видели, но вот они говорили, что они там есть. Но, правда, тут же вышло опровержение, что слово «жизнь» не станет католической церковью. А, и сын одного из верхушки церкви, слово «жизнь» в Швеции, стал католиком. Но украинский пастор приводит все эти внешние атрибуты, как то, что говорит о том, что не стоит следовать за этими людьми, и рано или поздно тем не понятно, куда скатиться. В принципе, к иконам, к церквям, милых, уважительные отношения – это культура России, к которой они живут. А вот касательно вашей вот именно темы диссертации, вхождения в общину, а какие-то психопрактики какие-то применяются? То есть вот музыка там, да, какая-то достаточно навязчивая, насколько я понимаю? Ну, музыка, в принципе, это… Ну, тогда любая музыка – это психопрактика. Любая музыка, там, Леди Гага, Джастин Бибер – это точно такая же психопрактика, как то, что они делают. Я посещала семинар «Энкаунтер», который происходит не во всех церквях. Это служение Г-12. То есть смысл в чем? Что церкви разные, и есть международные проекты, которые одни церкви принимают, другие церкви не принимают. «Энкаунтер» принимают не все церкви. Я его посещала в Саратове. Это три дня встречи с Богом. Смысл в том, что вы уезжаете за город, включаете телефон, и перед этим вы два дня поститесь. И у нас на «Энкаунтере» были мальчики и девочки, и нас разделили. Как поститесь? Что такое там? Пост у них – это строгий пост. Ну, вообще, обычно посты – это когда они отказываются от еды. Вообще полностью? От всей еды? Ну, то есть есть пост, когда и от воды отказываются. Ну, и, в принципе, это подразумевается, что от интернета ты тоже отказываешься. И от всего такого. Хорошо. Что же дальше происходит? В «Энкаунтере», да, там действительно очень был такой эмоциональный расколбас, потому что там нельзя было пользоваться техникой. Нас селили в комнаты с теми, с кем ты меньше всего общаешься, чтобы не общаться. То есть говорилось о том, что вообще старайтесь не разговаривать друг с другом, когда вы не находитесь на молитве. Используйте это время по максимуму. И три дня шли молитвы, причем с постоянными эмоциональными перепадами. То все хорошо, то все плохо. Кульминацией было на истории распятия. Смотрели кадры из фильма «Страсти Христовы», вот эти вот ужасные. Все ревели просто вот. Я же тоже ревела, потому что все ревели. Ревели, слезы, сопли. Всех успокаивали. После этого, конечно же, вас всех оправдали. И все были счастливы. Потом было покаяние. Исповедь была очень интересная. В виде анкеты. Тебе дают четыре листа распечатанных. Со списком грехов. Ты замечаешь крестиком, те, которые у тебя были, больше нету. Плюсик, кружочком. Сколько всего грехов? Быть, двести с чем-то. Самых разных. Даже покемоны. Мне понравилось... У меня любимые это покемоны и секс с бесами. Мне понравился грех из одной внутри православной секты. Это подбрасывание собственного ребенка с последующим неловлением его. Рекрасно. А что там еще? Что там такого самого жареного? Ну, я что-то говорю... Причем, они в таком совершенно... Там не было никакой еще логики у тебя греха. То есть сплетни. А сразу, полфавитно, сплетни и секс с бесами. Я так и не поняла, что это все с бесами. Но сказали, что если вы не знаете, что это такое, значит, у вас этого не было. На самом деле, спокойно. То есть бесы сами говорят, что вот мы к тебе пришли, с вами есть секс. Нет, ну ты понимаешь, что бесы к тебе пришли. Это, наверное, я так подразумеваю, я не знаю. Бесы, здравствуйте. У нас с вами будет секс. Не, ну понятно. А вот еще так... То есть все-таки какая-то такая обработка... Ну, это психологическая обработка. Ну, это онкаунтер, то есть как бы во время него все что-то чувствуют. Как мне сказал мальчик, очень люблю эту цитатуру. Это онкаунтер, это взрыв, перерождение и еще раз взрыв. Понятно. То есть, в общем, такая... Ну, говорят тоже, что в 612 году, 4 ноября, перед тем, как завести, провести войска на... Осветить икону Казанской Божьей Матери, повести на штурм Москвы, где поляки засели, тоже постили 3 дня войска, потом перед ним показали икону и сказали, вот там вон мясо. Ну да, это, я не знаю, НЛП, это или просто геотехники. Ну, то есть, я не думаю, что это слишком там влияет, ломает психику, но происходит то, что они хотят добиться. Ну, происходит просто, да, влопщина. Не используются какие-то психотрубные средства, таблетки, там какие-то специальные напитки, специально подготовленные какие-то, там, настои, там... Я не считаю, что вообще в этой церкви есть люди, которые действительно там хотят всех любыми средствами привезти вот в церковь. Они совершенно искренне приводят людей в церковь и совершенно искренне не желают им зла, то есть, не будут их травить какими-то таблетками. И даже эти практики, которые используются во времена каунтера, я думаю, что они прям жестоко, расчетливо их используют. Они считают, что это действительно так надо, что действительно нужно увидеть, сколько сусы распяли, а потом действительно искренне порадоваться и прибить свою анкету с грехами к Христу и еще раз порадоваться. То есть, у них это нормально, но они не видят чего-то вредного для психики, а таблетки это все-таки что-то вредное, в любом случае. Ну, почему? Кажется по-разному. Хорошо, вот один паломник у меня пробовал получить консультацию, как поступить в монастырь, я ему посоветовал. И когда он, ну, как просто дал телефон, и он туда позвонил, и просто как грамотно обратиться, вот. И он получил сейчас такой ответ, что нам нужны люди, которые только состоялись в миру. То есть, скажем, именно если человек потерялся, и ему нужна религия. Да, вот, то есть, от безысходности сейчас РПЦ получаются такие люди, ну, в данном, может быть, конкретном единичном случае, вот этой обители, они не нужны. А вот как обстановка там? То есть, там вообще всем будут открыты двери желающим, если, скажем, в любой из церквей действительно приходит человек, освободившийся, или бомж, его отправляют на санобработку, всем помогают, или все-таки это какое-то элитарное, элитарные клубы? Есть церкви социальные, которые направлены на специально церкви для бывших уголовников, бывших наркоманов. То есть, получается, община ориентирует, да? Ну, не то, что ориентирует, но просто как-то так получается. Одна девушка рассказывала, что она переехала жить в Самару и искала церковь. Вшла церковь, в которой были одни бывшие наркоманы. Ей как-то девочке, приличной студентке, ну, она решила, что это не для нее церковь. Она нашла другую церковь, куда ходит обычный такой средний класс. Мой новичный руководитель рассказывал, что в его церкви, которая тоже, в принципе, на средний класс рассчитана в Великом Новгороде, к ним там как-то пришли какие-то бомжи, и это был такой шухер среди руководства церкви. То есть, они готовились к этому, они знали, что они придут, они определили, куда они сядут. То есть, как бы, они, в принципе-то открыты, но это вызов. А вообще, потому что, ну, как бы, пятидесятники, они настроены на благополучие, образование, хорошую работу. То есть, тут Вебер сразу вспоминается. Но они такие, то есть, это правильно учиться в университете, стремиться к чему-то лучшему. У них, на самом деле, на самом большинстве квартир и машины. Ну, потому что они действительно, как бы, стараются. А там нет такого явления в молодежной среде этих приверженцев церкви, что они, например, молодые люди знакомятся, образуют семью и покидают церковь? Ну, я слышала в таком, да. То есть, есть такие моменты. То есть, просто иногда церковь служит инструментом для создания семьи, не более того. И потом уже забывают об этой ситуации, об этой церкви. Вся эта молодежная проходит гонка. С созданием семьи все заканчивается. Все церковое. Ну, да, я слышала о таких историях, поэтому, прежде чем создать семью, необходимо пройти курс о том, да, если вы решаете пожениться с человеком из церкви, это можно сделать только через год, а до этого год вы ходите на курсы. Хотя бы год платить десятину, да, я понял. Не знаю, на это рассчитано или нет, но девушица о том, что семья должна быть духовной, и нужно готовиться к этому. Хотя, в принципе, они, да, многие очень рано женятся, там, 18 лет. Ну, понятно, почему. А большой ли процент внимания на проповедях уделяется миссионерство от противного? Это я поясню, что именно вы правильно сделали, что пришли к нам, потому что вот там в православии это идолопоклонство иконам, а вот в такой-то баптистской ячейке тоже все плохо, потому-то и потому-то а католики тоже такие. Или все-таки уделяется именно радости общению со Христом, познанию Священного Писания? Главное – прийти к Богу. И по официальной позиции, если ты пришел к пятидесятникам, и что-то тебе не понравилось, и ты начал ходить в православную, но при этом ты искренне ходишь в православную, то это тоже хорошо. Путь к Богу – это вот эти 200 грехов, посещение обязательно проповедей, десятины и какие-то еще, какие еще обязательные процедуры должен совершать ее? Ну, и служение обязательно, то есть работа в церкви бесплатная. Причем, ну, конечно, все хотят прийти на сцене, все хотят заниматься ведением групп ВКонтакте, но перед тем, как это произойдет, надо мыть полы. Мыть полы – это такой символ просто. В каждом, наверное, третьем интервью мне рассказывают про то, как я мыю полы. То есть вот мыть полы – это верх вообще смирения, да. Если ты хороший христианин, то придя в церковь, это должен был быть полы. Именно говорят «мыть полы», а может быть еще стану злым. Почему-то вот мыть полы – это главное. Потому что в церкви, в которой я в Хельсинки, следовало там ковровое покрытие, я так и не поняла, что же они там моют. Ну, может, мыть полы – это самая черная работа. Да, но мыть полы – это именно символ христианского смирения. Вот, а иногда рассказывают нам про пятидесятников и баптистов, что там просто сексуальные оргии устраиваются, и все, и вообще именно поэтому туда нельзя ходить. Бабушки вот это передают. Ну, это бабушки православные, они рассказывают, что они детей едят. Нет, сексуальности у них все четко, и как бы, да, свадьбы нельзя. Что там после свадьбы, не знаю, потому что об этом рассказывают на курсе для новобрачных, я его не проходила. А в контрацепции какое отношение у них? Ну, про контрацепцию тоже рассказывают, только тем, кто решил пожениться. Получается для вас даже, для исследователей недоступно, или нужно было врать чуть-чуть дальше и дольше? Из социальной концепции я поняла, что, ну, примерно, как, я не знаю, в православии так, ну, то есть запрещены методы, где происходит именно там убийство. Полагают? Ну, да. То есть... Аборты? Ну, аборт, понятное дело. С абортами они борются просто, вот, да. Но, как бы, какая-то разрешена, какая-то запрещена. И они там, не знаю, может быть, им там список дают на этом курсе для новобрачного. Получается, все равно есть какие-то степени посвящения. В православии нет никаких таких градаций. То есть это все зависит от твоего уровня познания и развития в православии. Задавай любые вопросы и читай любую книжку. Ну, зачем тебе знать про контрацепцию, если ты замуж не собираешься? Я хочу, например, ну, а если просто мне важно это знание, чтобы принять решение? Ну, нет, конечно, я думаю, что если мне так сказать, то, может быть, они не скажут, но я вот не догадалась так спросить. Получается, все-таки именно человек должен проходить некие степени посвящения и инициации, чтобы более доверенным лицом, которым, скажем, не будет разглашать, не вынесет ссоры из избы. Нет, ну это не совсем инициация, это все-таки баак. Ну, то есть, типа, ну, это вещи, которые тебе просто не нужны. А с таким же трепетом к браку пятидесятическому нужно относиться, как, скажем, к крещению, к ухождению в церкви? Нет, ну, то есть, ну, брак-то хорошо, но крещение, оно гораздо больше мифологии, скажем так, как будто. Там нет какого-то обрека, венчание? Ну, венчание, то есть, считается, что в церкви венчают, ну, то есть, пасторы, ну, как они приходят, я не была, на самом деле, на свадьбах, но то, что я могу судить, это, ну, должен быть большой праздник, происходит, ну, пастор благословляет, обычно это происходит после росписи в ЗАГСе, после того, как в ЗАГС они приходят обычно скромно одеты, на следующий день закатывают просто свадьбу. Ну, понятно. Вы знаете, сейчас вся эта свадебная индустрия, это все очень развито, очень модно, и они этим всем активно пользуются. Что-то у них вызывает тревогу в плане апокалиптических ожиданий, чего они боятся, что для них является такими факторами? Они ждут апокалипсисом. Там православие это ННН и печати антихриста в виде даже замены паспортов, интернетизация пространства, а тут что они себе оставили? Они ждут апокалипсиса, но они его не боятся. То есть они знают, что это будет, но как-то не приближают и не отдаляют его. И у них есть как бы четко, что будет во время апокалипсиса, не буду пересказывать. Да, будет, когда приведет антихрист, вот эти вот личные номера, которые будут, но они их не примут. В принципе, то, что... Пока все успокоит. Да, они не боятся того, что вокруг происходит. Как раз я наблюдала, когда я ходила на Педмейский курс, когда тут был один из концов света, не в 2012, а в 2011 весной был конец света. Это ихний конец света? Нет, был какой-то по всему миру конец света. Ну, один из, там что-то все его ждали. То есть, получается, даже не ихний конец света? Нет, они не ждали, нет. Ну, просто это породило много... Они не смеялись? Они не смеялись? Это породило разговоры конца света. Они стали активно об этом говорить. И что мы не знаем, когда будет конец света, но... Конечно, будет неплохо, если это случится при нас. Но, в принципе, ничего страшного. А в чем, то есть, плюс? Это они будут, я буду, как пятидесятник, взят живым в потусторонний мир? Да нет, ну, как бы, ну, придет Иисус. Мы его ждем. Ну, помогают евреям переезжать в Израиль. Меня это вообще немножко поражает, эта ситуация, что они такая... Они все такие страшные сионисты, так любят евреев, так помогают им переезжать. При этом, вот, для меня очевидно, что если завтра к евреям придет Мессия, христиане скажут, что он антихрист. Все знают, что сначала придет антихрист, потом Мессия. То есть, это как-то несправедливо отношения к евреям. А что они хотят, помогая им переезжать? То есть, они там забронировать место в долине страшного суда? Нет, они помогают, ну, то есть, общаются с евреями, убеждают их, собирают деньги. Ездят в Израиль, смотрят, как там они устроились. Даже если эти евреи не будут членами общения? Нет, обычно, они очень любят евреев. Да это достаточно себя позиционировать по паспорту, или... Ну, те, которые могут переехать. А, евреи плюс желающие переехать? Нет, ну, он даже если не желает, у которого есть право не потребовать все. А, это не сговоры в верхах где-то? Где, между евреями? Да, они в верхушке сионистской какой-то там лобби в США или в Израиле, о том, что это такое массовое. Они не получают там никаких евреев. Да, я не думаю, что они слишком вообще влияют своей деятельностью, что благодаря им евреи так массово переезжают, им просто нравится, что они это делают. Операция Жаботинская. Они рады, что они помогают переезжать, но не думаю, что они такому прям огромному количеству помогают. То есть, получается такое же самое многоязычие, только в области социальной. То есть, мы что-то делаем, а зачем делаем, мне непонятно. Ну, и не нужно. Вот мы что-то говорим, что-то какое-то... Ля-ля-ля-ля-ля... Алло, францовый... Да, вот такая фигня. И то же самое у них происходит и в социальной работе. То есть, мы что-то делаем, там, сироты, там, евреев вызывает... Какие-то у них еще специфические действия, суеверия какие-то есть у пятидесятников, которые отвечают их резко от православных, там, допустим? Ну, мы здесь уверены, там, слова никак не говорят. Я не забыла слово «лох». Мне это было неожиданно. То есть, запрет всего лишь, а такой православный сленг, как говорят... Сленг? Ну, да, православная девица, восповоскница Тихоновского института должна знать... Вот все, все, вообще-то, всю ее жизнь можно вложить в благословение, послушание и искушение. И, в общем-то, говорят, вылочки и людоедки, больше даже слов было. А там какие основные термины? Ну, да, прославление, молитв. У них совершенно прекрасный проект в Москве. Я решил, там, шесть решений. Я решил учиться в публической школе, я решил молиться, я решил читать Библию, я решил служить. Или пять? Да, пять. И я решил хорошо выглядеть. Это, в принципе, да, это описывает. Аскетичный вид или неряшливый не поощряется? Ну, ты же крестьянин, ты же должен. Всегда должен быть привлекательным, что ли? Или просто от этого? Ну, не то, что прямо красавчиком, но выглядеть неплохо стоит. В таком случае, а чем принципиально отличаются эти десетники от кришновидов, допустим? Ну, вообще принципиально всем. Абсолютно. Те же самые пять принципов. Читать, похагавать гиду. Все остальное то же самое. Ну, нет, ну, конечно, если смотреть с такой точки зрения, то да. Да, но так-то они много чего-то. Грехи только они считаются. Сенсор тогда науки и льбегиопедии, они ничего не значаются. А что считается, вы говорите, ну, стал потом бросил общину и стал ходить в православный храм. Ну, вообще-то ничего так. А что считается вот нехорошим? Переход куда? Есть ли что-то такое, ну, где бы, ой, вот там вот они будут негодовать? Ну, вот и есть там стать. Ага. Ну, и вообще. Или не библейскую традицию избрать, может быть, нет? Ну, мусульманом стать. Нет, мусульманом уж тоже нормальник. Мусульман нормально относится. Но, да, скорее, скорее атеизм. Язычники-атеисты у них? Нет, язычники-язычники. То есть язычники у них не атеисты? Вот у православных язычники-атеисты. Нет, язычники-это язычники, которые поклоняются чудовищам. В Индии девушка была на миссии, показывала фотографию. Она ездила прямо в Калькуттон, показывала фотографии того, кому поклоняются индусы. Говорила, что вот они так плохо живут, потому что этим чудовищам поклоняются. Они, в принципе, верят в бесов. Вот что меня всегда поражало, что бесы, да, бесы это как бы реальная, реальная бес. Много ли уделяется ангелологии бесов, то есть их иерархии? Не знаю, ангел-хранитель, ангел-губитель, там что-то такое существует? Нет, это как-то... Ну, то есть они есть, но говорится об этом не так много. А ангелов еще меньше. Понятие бесноватый, отчитка, изгнание, экзорцизм. Ну, экзорцизм, да, ну, тоже как-то... Ну, это не основное. А кто признается одержимым? То есть, вот я, например, если... Или вы, как критик, скажем, были бы бывшие пятидесятник, а потом бы стали это все анализировать с научных точек зрения, вас объявили бы бесноватой? Не знаю. Ну, наверное, может быть, себя объявили бы, но не в том понимании, в котором православное. Точно, одержима бесом, аналитики. Да нет, скорее, это не бес, скорее, это мой личный грех. Это я сама так низко упала. То есть, сам познание, познание чего-то другого, кроме Библии, то есть, каких-то наук, они практически... Они одобряют профессионализм, обучение, то есть, это все нормально? Это нормально, это хорошо. Ну, в основном, да. Ну, не по-моему, я люблю читать. По-моему, ну, да, то есть, у них существует вот эти вот... Ну, то есть, ты должен быть хорошим специалистом, в том числе, чтобы помогать церкви. Церкви нужны хорошие бакулатера, менеджера, все остальные. А нету ли какой-то касты молитвенников, или это пастори делегированные? Молитвенники... Которые все просто содержат? Нет. Ну, есть люди, которые считаются молитвенниками. Просто у них хорошо получается, они хорошо много молятся, они приходят на все молитвы, но их не все содержат. Просто, ну, твое такое качество, ты молодец, ты молитвенник. А кто-то молодец, он хорошо играет на гитару. Кто-то молодец, подвезает цветочки и украшает они сцену перед собранием. Ну, все-таки существует некая верхушка, которая деньги собирает и делит в журсовых районах. Да. На какие-то проекты, там, так далее, там, по-другому. Ну, да, то есть, опять-таки, наверное, не стоит. Ну, то есть, судя по тому, как живут пасторами... Хорошо живут. Хорошо живут. А вот та финская церковь, которая, это тоже шведская? Нет, это вообще удивительная церковь. Это русские эмигранты, которые переехали в Финляндию. Естественно, все переехали по разным поводам. Кто-то германатские или патриарты, кто-то русские жены, так называемые. Кто-то переехал работать. Но в основном они, живя в России или в Эстонии, эстонцев там много русскоязычных, ходили в церковь, переехали и стали ходить вот в эту церковь. И чем удивительна эта церковь, тем, что там представители разных церквей, вместе, там баптисты, пятидесятники, адвентисты, и они пытаются ужиться вместе. Ну, это безумие, конечно, но они стараются, они молодцы. Нет, ну это очень сложно. Ну как не сложно? Баптисты не признают говорение на языках вообще никак. Ну и ладно. Ну, у них конфликты какие-то бывают, но они стараются их решать. Потому что то, что они находятся в чужой стране, язык, который они плохо знают, и они вместе, для них важнее, чем вот эти церковные различия. Но они не общаются с русской диаспорой. С православной. Нет, ну вообще с русскими в Финляндии. Не все же они православные. Ну, понятно, что, наверное, большинство русских, живущих в Финляндии, ходят в православную церковь, хотя по праздникам. Потому что это часто, когда русские, переезжая за границу, начинают ходить в православную церковь. Но они и в культурных просто мероприятиях не принимают участия. И это вот такая вот отколотая от всего диаспора. Но в чем такая церковь-диаспора? Они решают проблемы друг друга. Они молятся за счета за парковку, за поиск работы, за то, чтобы кто-то выучил финский язык. Как можно замолиться о счете за парковку? Чтобы вы меньше не считали? Нет, за это не молятся. Это у кого-то было свидетельство. Ну, свидетельство, когда ты рассказываешь, как Бог вмешался в твою жизнь. И, в общем, дали большой счет за парковку. И у меня там нашлись деньги, чтобы его оплатить. То есть очень много молитвенных просьб и свидетельств у них в Финляндии связаны вот с этими новыми реалиями новой страны, которые им еще не до конца понятны. Но в церкви они находят не просто поддержку бывших соотечественников, а еще и молитву. То есть решать свои проблемы с помощью церкви, диаспоры, эффективнее, потому что за тебя там еще и помолятся. Они просто дадут себе вещи или помогут заполнить анкету по-фински. Ну, сам феномен появления вот этих пятидесятников протестантов, ну, протестантов, понятно, это исторический лютер, там, экономические отношения и так далее. А сейчас-то, да, то есть это просто уход от догматов, это возло там родителям, это какие-то юношеские порывы. Вот в основном, почему люди идут к пятидесятникам, молодые? Юношеские порывы, да. Ну, то есть, поиск чего-то, чего нет в твоей... Отрицание родительской заботы, отрицание какой-то предыдущего предков. Да, дростковый бунт тут тоже очень имеет место. Ну, тоже вопрос, ну, почему люди идут к Богу, под Богом? Разные варианты. Я не спрашиваю, почему к Богу идут. А, ну, понятно, да. Я спрашиваю, почему идут к пятидесятникам. Ну, в их понимании они идут к Богу, но просто к пятидесятникам, к Богу прийти. Кстати, да, вот это интересно мыслить, что кажется, что проще, чем в православии, но на самом деле гораздо сложнее. Потому что к православию можно приходить поставить свечку, ну, то есть, как бы к пятидесятникам себе не нужно как-то особенно одеваться, чтобы ходить в церковь, отличие от православной. Но ты в этой церкви тратишь столько времени, что это гораздо сложнее. Ну, как сложнее? Ну, ты не осознаешь, что... Ну, в принципе, наверное, осознаешь, потому что у всех бывают сложности в церкви. Нормально об этом говорится, но времени, силы и изменений личных это требует гораздо больше. То есть, это более неформальное участие, чем в православной церкви? Ну, да, ну, то есть, в православной церкви, ну, то есть, в пятидесятнической церкви, в отличие от православной, тебе не нужно так сильно менять какие-то внешние вещи, но внутренние нужно менять гораздо больше. Что-то же я еще хотел спросить. Вот этот вот путь к Богу, он же самый простой у атеистов, на самом деле. Он очень простой. Просто они его просто отрицают сразу, и все. И уже путь пройден. А вы атеист? Я? Да. Еще больше даже, еще хуже. Что еще хуже? Я гности к тому же. Ну, нет, просто, мне кажется, что не всегда, то есть, ну, просто. Ну, то есть, очень много вещей, о которых ты тоже думаешь постоянно. Я вам просто объясню свою позицию. У меня позиция очень простая. Она очень, очень, совершенно простая, потому что она проявляется вообще там в трех словах. Вселенная глядит на себя нашими глазами. Все. Но вопрос... Вселенная глядит на себя нашими глазами. Вопросов больше никаких нет. Все придумывают себе богов, там, и так далее. А в общем сознании Бог у каждого свой, у них несколько богов уживается в голове. Шизофреников, может, до восьмидесяти богов, как у этих пятидесятников, они говорят на разных языках, тем самым объединяя в себе там суммарно какие-то человеческие языки, народы и так далее, богов и так далее, и тому подобное. Но Бог это в сознании, его нет реально. Мне просто кажется, что к атеизму люди приходят самостоятельно путем своих суждений, послаждений. Атеисты люди рождаются на самом деле, а потом Бога им приносят, их родители. Ну, да, но когда его уже принесли, и вопрос там жизни после смерти, вопрос, кто же мне поможет, когда у меня проблема, это гораздо сложнее. Потому что в русском языке мне бабушка даже говорила, что младенец выше Бога. Вопрос о чудесах. Даже по первому каналу недавно было такое ток-шоу. Ну, это все максимум реалистично в плане огня в глазах у тех, кто про это рассказывал. То есть у человека, по молитвам к святителю Луке, воина Есеницкого, выросли две фаланги, да, там выжил, потом оказался живым абортированный плод. И в один из фрагментов Чеченской войны один ветеран тоже рассказывал, как пули отрикошетили от олба, а дырки от них можно было лицезреть в стене. Вот есть ли что-то подобное, культ чудеса, чудесности, да, рассказывают ли на перебой с таким же огнем в глазах у пятидесятников о чем-то? Чудеса с ними происходят очень нервно. У них на домашней группе, то есть, как бы, в воскресенье сходили в церковь, в среду, скажем, собрались у кого-то дома на домашнюю группу маленькую. Все рассказывают, какие чудеса с ними произошли за неделю. Чудеса могут быть на уровне, я искала ключ и нашла. Или я что-то, вот, мое любимое совершенно чудо, пастор рассказал, они что-то искали какого-то человека, он им очень нужен был, а потом они поняли, что он им не нужен. Это чудо. Вообще, участие сверхъестественного существа где-то можно просмотреть? Ну, конечно, Господь, потому что Господь тебя ведет. Господь тебя ведет. А, вот все водительство. Нет, конечно, происходят чудеса настоящие, там, как излечение от рака. Люди, которые приходят и дают тебе деньги ровно столько, сколько тебе нужно платить за учебу в библейской школе. Это происходит, да. Мы сегодня тоже, когда приехали в Петербург, на Московский вокзал, мы, значит, скоро положили пожильки свои в камеру хранения и пошли крестным ходом в сторону собора православного. Когда мы к нему подошли, загодя, встречая нас, вышел священник, открыл нам калитку, и мы туда вошли вместе со священником. Это же чудо, да? Да, да. Офигеть. Ну, еще мы какого-то хорошего человека. Ну, что? Ну, с нами такие чудеса, по-моему, постоянно встречаются. Ну, так потому что Господь, Он постоянно с нами. И вот это лучше... Да, я вам больше скажу, Господь в каждом из нас, Он и есть мы. И я. И больше всего, все остальное зеркальное отражение от собственного я. Все чудеса, боги, демоны, бесы, это все зеркальное отражение вашего внутреннего развития, не более того. Все на все. Все эти книжки для питания, питания. Что-то еще по диссертации, вот какие у вас выводы по пятидесятникам по ухождению, там, хорошо, плохо, или просто описание идет? Нет, ну, конечно, таких вещей, как хорошо это или плохо, я об этом не пишу. То есть, я как... То есть, какие-то выводы диссертационные, вот в чем подвиг вашего рассказа, вашей диссертации? Ну, я говорила уже об этом. Я говорю о том, что самое важное для них, это социализация, общение, и что это гораздо важнее, все вот эти вот шелухи из ритуалов и того, что Иисус за себя дотрагивается. Понятно. То есть, у них вот создается некая община и коллектив такой, получается, который объединен какой-то целью благородной. То они евреев везут в Израиль, то они помогают сиротам, то еще какие-то благотворительные вещи совершают. То у них наркоманы-алкоголики, они об этом потом рассказывают на своих собраниях. Можно даже писать в Твиттер веселые, позитивные вещи, когда люди будут думать о том, какой ты позитивный христианин, и тоже придут к Богу ранее или поздно. Напишите, Бог один, а провайдеры разные. По большому счету от советских пионеров и комсомольцев это мало чем отличается. Да. Это я сам, когда я первый раз приехала в поле, я поняла, что ну это же вот он. На самом деле это очень похоже на партийные съезды. Я тут недавно была на докладе, на теле один. В общем, в Эдмутской конференции слышал доклад про партийный съезд, Борис Фирксов, он исследовал протоколы партийных съездов. Насколько же это похоже на их вот эти вот конференции? Но они называют конференцией не то, что ученые называют конференцией, а те собрались там на все выходные и молились. И вот этот отчет о том, что такой конференции не было никогда. Это уникальная конференция, пишут они каждый год. Ну и вообще то, что там происходит, ну это настолько партийный съезд. Ну вот, пусть ты сравнивай. Ну я не знаю, я не думаю, что они копируют. Наверное, это просто что-то заложено в архиологической природе, что вот такое нам нужно. А вы в курсе, что Валерий Владимирович Путин писал диссертацию свою как раз по поводу распространения каких-то протестантских церквей и по поводу их миссионерской деятельности? Да. Да. Посмотрите, поищите в интернете. Я вообще слышала, что она украла, но... Украла. Такие люди не могут красть. Думаю, это... И приносят. И у них даже, что интересно, у них вот эта вот конференция ЮСК, которая самая большая в Москве, куда там приезжают тысячи человек со всей России, она происходит в конце октября, то есть когда день комсомола был в советское время. Ну, в конце октября, на самом деле, это же у нас Хилл Уин, так на самом деле, на большом счете, праздник мертвых. Ну, да. Как праздник вспоминаний мертвых, праздник вспоминаний предков. Ну, скорее, это, конечно, связано с тем, что это школьные каникулы осенние, чтобы школьники могли приехать. Ну, потому что как-то хочется, наверное, какого-то праздника после первой четверти учебы. Но, может быть, день комсомола был поэтом уже в эти дни. Ну, по эти дни, это исторически, если смотреть на вещи в мегаисторическом плане, то это праздник, когда заканчивался урожай, все приготовления к зиме были совершены, и под хорошее хлебное пиво там и так далее люди вспоминали просто своих предков и угощали их тоже, чтобы зима прошла спокойно, скотина не померла, и чтобы к весне было все нормально, и завершался год, и хорошо они отдыхали всю зиму, занимаясь каким-то плетением кружевым, кисером и так далее, и тому подобное. Ну, да. Правильно же? Ну, что? Наговорились. Угу. Все. Спасибо.